Дорогие друзья, всем привет! С вами интернет-магазин продавец воздуха и сегодня мы хотим показать вам наш топ 6 очистителей воздуха текущего года. То есть перед вами сейчас 6 очистителей воздуха, которые имеет смысл купить в 2021 году. Своего рода наш рейтинг. Здесь будут самые разные очистители самой разной производительности, в самых разных форм-факторах и с самой разной начинкой. Здесь будут очистители, у которых идет просто HEPA-фильтр, очистители, у которых есть еще какие-то более интересные фильтры типа фотокаталитического, те, которые оснащены ультрафиолетовой лампой с разной реализацией подачи воздуха, управления и так далее. Словом, все то, что здесь есть, имеет смысл рассматривать в покупке. По каждому из этих устройств есть отдельный обзор у нас на канале. Так что, пожалуйста, посмотрите это видео, посмотрите, что вам понравится, посмотрите детальный обзор и выберите, что конкретно вы хотите себе купить. Наш рейтинг открывает AIC8500. Это очиститель воздуха из среднего ценового сегмента и на весну 2021 года стоимость его составляет 13800 рублей. Прибор интересен тем, что внутри него стоит HEPA 14 класса. А в приборах, скажем, из этого ценового сегмента встретить HEPA максимального 14 уровня практически никогда не представляется возможным. Ступеней скоростей у него три, то есть можно достаточно гибко настроить прибор по интенсивности работы. Вот так вот выглядит его фильтр. Здесь идет фильтр грубой очистки, который представляет собой синтетическое волокно. Из минусов такого фильтра это то, что, допустим, если у вас есть домашнее животное, то он будет очень сильно забиваться шерстью, а как-то убирать ее будет, ну, несколько сложно. Вернее, единственный вариант, чтобы полностью ее убрать, это его постирать. Но при всем этом отдельного не продается. Год интенсивных стирок он переживет вряд ли. Что касается угольного фильтра, идет достаточно большая наполненность углем. При этом гранулы активированного угля здесь идут из скорлупы кокосового ореха. Для понимания, именно у этого материала идет, так скажем, максимальное количество микротрещин, в которое все это может, в которое запахи могут вбираться, бактерии и так далее. Вот таким вот образом выглядит HEPA. То есть здесь идет гибридный фильтр HEPA плюс карбон. Ко всему прочему, здесь есть еще и фотокаталитический фильтр. То есть он борется с вирусами, с теми же самыми, и с запахами на молекулярном уровне. То есть, например, если угольный фильтр те же запахи просто в себя сорбирует, то есть они внутри него остаются, то фотокаталитический фильтр убирает их уже, так скажем, и они распадаются на неактивные компоненты. Аналогично то же самое происходит с вирусами и с бактериями. Сам процесс фотокатализа запускает ультрафиолетовая лампа, которая находится внутри. Она небольшая, она не мощная, она не претендует на то, чтобы обеспечивать обработку воздуха в помещении. Она нужна именно для того, чтобы запустить сам процесс фотокатализа. Прибор воздух грязный засасывает с боковых сторон, а вот спереди. Далее он проходит уже непосредственно на все ступени фильтрации, начиная с фильтра грубой очистки, попадая на уголь, не попадая на хепу, проходя через камеру прибора, где, допустим, работает фотокаталитический фильтр, и выходит наверх. То есть, так скажем, пользование этим очистителем воздуха максимально комфортное. Номер два нашего рейтинга – это новинка Electrolux Inyan. Производительность 400 кубов в час, 4 скорости, крайне необычный форм-фактор. Таких приборов на рынке тоже вот в таком вот именно обличье очень мало. Что касается фильтра, то здесь он у нас идет радиальный. Фильтр грубой очистки опоясывает хепу. В моем понимании это минус, потому что такой фильтр пылесосить не представляется возможным. Потому что если вы будете его как-то пылесосить, то вы просто тем самым очень сильно повредите хепу, и ничего хорошего из этого не получится. Из того, что еще есть интересного в этой модели. Здесь есть ультрафиолет, то есть, можно хоть как-то обрабатывать воздух от микробов и вирусов. А еще также здесь есть Wi-Fi управление, то есть, им можно управлять телефоном. Это для тех, кто любит нажимать в телефоне на кнопки, чтобы следить за такой техникой. В моем же понимании функция, я не могу сказать, что это нужно, потому что очиститель воздуха – это все-таки штука, которую ты один раз включаешь. Все, она работает, она не требует какого-то ежедневного контакта с собой. То есть, достаточно поставить его на тот режим работы, на котором он, так скажем, тебя не бесит. Что касается производительности, то 400 кубиков в час – это достаточно для использования на площади, ну, допустим, 30, 35, там, 40 квадратов. То есть, напомню, производительность считается из разряда. Мы площадь умножаем на выступ от лука, получаем общую кубатуру, и, соответственно, пиковую производительность делим на это все, и смотрим, сколько раз прибор может воздух за час обернуть. Но также при всем этом помним, что когда мы делим пиковый производитель, значит, мы имеем в виду, что прибор у нас работает на полной мощности, а это иногда может вызвать дискомфорт, потому что обернуть 400 кубов беззвучно не получится, прибор будет слышно. Вот, собственно, прибор на момент съемок стоит 17 тысяч рублей. За 17 тысяч рублей, ну, опять же, мое субъективное, ну, можно его и дешевле продавать, как-то было бы. Вот, я бы за 17 тысяч его себе не купил. Я бы пошел уже и взял бы что-нибудь либо дороже, либо дешевле. Вот, но, тем не менее, если вам хочется дизайн какой-нибудь необычный, то, пожалуйста, вот есть электролюкс Иньянь. Кстати, у него есть еще специальные опоры, внизу есть подсветка. Кому интересно, можете посмотреть обзор по нему у нас на канале. Номер 3 нашего рейтинга – это снова АИК, но на этот раз уже более старшая модель, модель 3900. Это очень крутой, очень заряженный очиститель воздуха, и в моем понимании в сегменте до 30 тысяч рублей, а он стоит 24 900 на момент съемок. Это один из лучших приборов, и все за счет того, какая у него классная внутрянка. Давайте вас с ней вкратце познакомим. То есть, первое, что есть, у него есть фильтры грубой очистки, ну да, он есть у всех, это мелкая чистая сетка на пластиковом основании, за которой очень легко ухаживать. Что у нас идет интересного дальше? А дальше у нас интересного идет самостоятельный угольный фильтр. То есть, ну, во-первых, смотрим, там очень большое количество угля, то есть ячейки практически заполнены в тотал, то есть его реально много. Чем хорошо то, что фильтр самостоятельный? Уголь – это сорбент, он в себя запахи впитывает. То есть, в первую очередь, он борется с запахами. Вот, и после того, как он впитает их определенное количество, уголь уже не сможет их в себя вмещать и начнет их от себя отдавать. И, собственно, в один момент любой угольный фильтр начинает вонять. Так вот, практически во всех очистителях воздуха угольные фильтры представляют собой единое целое с HEPA-фильтром. То есть, ну, и они идут гибридные. Здесь он идет отдельно. То есть, если вдруг по какой-то причине он начал вонять, ну, в смысле, когда все, ресурс его был исчерпан, а HEPA еще живая, вы просто его достаете и просто утилизируете. И у вас очиститель воздуха работает просто на одной HEPA с фильтром предварительной очистки. Вот, как по мне, это круто. И, к сожалению, таких очистителей на рынке вообще по пальцам пересчитать. Следующий фильтр – это HEPA. HEPA здесь идет 14-го класса, как и во всех очистителях воздуха от АИК. То есть, 14-й класс – это максимальный класс HEPA-фильтров. Вот, HEPA достаточно большая. По площади она примерно 1,6 квадратных метров. То есть, она действительно здоровая. Хорошо, хорошо. Что есть дальше? А дальше есть полноценный фотокаталитический фильтр. То есть, обратите внимание на его габариты. То есть, он действительно большой. Сам процесс фотокатализа запускают ультрафиолетовые диоды. То, что здесь стоят диоды – это хорошо, потому что диоды бессмертные. Они никогда не перегорят. Ну, на веку человека уж точно. Вот, будут работать очень-очень много лет и ничего с ними не будет. Вот, фотокаталитический фильтр обеспечивает тоже защиту от запахов, обеспечивает защиту от вирусов. Ведь, если, допустим, уголь – это сорбент, он это все просто впитывает, то здесь те же вирусы разбиваются на неактивные соединения, которые для человека не несут никакого вреда. Все круто. Что этому очистителю не хватает, чтобы быть просто монстром? К сожалению, у него всего три скорости. Есть ночной режим, средний режим и режим максимальной интенсивности. Все. Если ему добавить еще две скорости, чтобы их было пять, он будет очень классным. Вот. Воздух он засасывает спереди, выдувает его вверх с тыльной своей части. То есть, тоже это как бы означает, что это правильный очиститель воздуха, который можно поставить к стене, и который, ну, будет занимать минимум места. Так что, господа, если вы хотите себе хорошие очистители воздуха, которые при этом не стоят очень дорого, пожалуйста, есть AIG 3900. Замечательная модель. Вряд ли вы анчете что-то в сегменте до 30 тысяч рублей лучше, чем он. Как по мне, AIG 3900 – это одна из самых недооцененных моделей очистителей воздуха на рынке. У него восхитительные характеристики – 290 кубов в час. То есть, это много. Это достаточно для использования на площади в 30 квадратных метров. Да, есть вот этот главный минус ввиду просто трех скоростей, но в остальном вообще все замечательно, прекрасно. Кто-то скажет, так зачем, типа, если модель XJ 4000, у которого уже не три скорости, у которого их уже больше, который, так скажем, лишен вот этих недостатков, который, возможно, выглядит эстатичнее и стоит всего на 1000 рублей дороже. При этом еще и добавляется целый фильтр дополнительной очистки, который, ну, электростатический фильтр. Да, все здорово, но, допустим, тот, кто хоть раз столкнется с уходом за электростатическим фильтром, поймет, что это, в принципе, ну, не так уж просто, не так весело. И гораздо проще заплатить на 1000 рублей меньше и купить вот этот очиститель, за которым, можно сказать, ухаживать не надо, кроме как за фильтром предварительной очистки. А все остальное, оно за этим не требуется. Ухода, оно просто утилизируется через какое-то время. Поэтому, друзья, хотите себе хороший очиститель, смотрите 39 на 0. Друзья, номер 4, это BANECO P500. Это мой любимый очиститель воздуха. Мне он очень нравится внешне, мне он очень нравится по характеристикам и то, как им вообще можно пользоваться. В личном пользовании у меня таких 4 штуки стоят. Часть стоит в офисах, часть стоит в квартире. Что касается его характеристик, то производительность у него номинальная 300 кубов в час. Забор воздуха происходит вот по этому черному контуру. Попадает он на фильтр грубой очистки, потом на хебофильтр, потом на угольный. И уже в очищенном виде с тыльной стороны устремляется вверх. Также с тыльной стороны есть аромакапсула. Так что, если вы хотите наполнить помещение любимым ароматом, пожалуйста, капайте туда эфирное масло. Что касается ступеней скоростей, то их 5. Это очень здорово. То есть 300 кубов, которые можно разделить на 5 скоростей, это даст нам достаточно такую большую гибкость. На первой ступеньке его вообще практически не слышно. Даже если вы поставите его рядом с кроватью и будете спать в метре от него, он вас вообще никаким образом не потревожит, даже если вы очень-очень чутко спите. Другое преимущество этого очистителя воздуха – это вариативность основных фильтрующих элементов. То есть вариативность хепофильтра. Давайте я вам расскажу о них подробнее. К слову, этот очиститель воздуха тоже я принес из офиса. Так что я его сейчас открою. Вы посмотрите, как он выглядит внутри. Но трогать я его не буду, потому что он полон пыли. Первая ступенька – это фильтр предварительной очистки. Это мелко-очистая сетка на пластиковом основании. За ним следом уже идет основной фильтрующий элемент. В данном случае у меня там стоит бэби-фильтр, о котором сейчас я тоже все расскажу. Так вот, что касается комбинаторики фильтров. По умолчанию очиститель воздуха оснащен противоаллергенным фильтром. То есть это хепофильтр, у которого есть дополнительное противоаллергенное напыление. Это самый продаваемый фильтр, потому что подходит большинству людей, которые ничем не страдают или страдают, допустим, какой-нибудь аллергией. Собственно, если сейчас весна, вы понимаете, что вы как-то себя не очень хорошо чувствуете, начинаете кашлять, чихать и прочее. Господа, очиститель воздуха этот подойдет вам как нельзя лучше. Следующий фильтр, который можно предложить на выбор, это смок-фильтр. Если у вас все окей с воздухом, но есть потребность, так скажем, избавляться от запахов в большей степени, то вам как нельзя лучше подойдет смок-фильтр. У него идет повышенное содержание угля. Самый крутой фильтр с точки зрения очистки, то есть у него самая глубокая очистка, это baby-фильтр. У него самая низкая пропускная способность. Он лучше всех фильтрует воздух. Там самая плотная хепа. Вот. Если его производительность номинальная, порядка 300 кубов в час, здесь, если я все правильно помню, производительность конкретно с этим фильтром будет порядка 240 кубиков в час. То есть, условно, 300 на входе. И после этого получается всего 240. Вот. Если вы часто болеете, чихаете, кашляете и так далее, и вы хотите, чтобы, так скажем, все эти микробы, бактерии и вирусы ловились не на вашей легке, а на фильтр, то, пожалуйста, покупайте этот фильтр. К слову, он очень часто бывает в дефиците. С тыльной стороны каждого из фильтров, который я сейчас вам только что демонстрировал, за исключением смок-фильтра, находится вот такой вот угольный, здесь идет сотовая структура, и внутри находятся гранулы активированного угля. Так что, господа, если вы хотите себе домой какое-нибудь очень красивое решение, а Банека П500 я, что я нахожу очень красивым очистителем воздуха, пожалуйста, можете обратить внимание на Банека П500. Минус у него единственный, это стоимость стоит он 35 тысяч рублей. Мия Эйрлэмп. Это дизайнерский очиститель воздуха от Микропор. Это единственный в нашем топе производитель очистителей воздуха, который занимается в первую очередь созданием промышленных систем фильтрации воздуха, обеспечивая чистоту воздуха на таких предприятиях, как Hyundai, Toyota, Ford, Renault и многочисленных фармацевтических компаниях по всему миру, типа Pfizer, Minorini, AstraZeneca и прочих. С недавнего времени производитель решил выпускать собственные БТВ очистители воздуха, оснащая их своими же фильтрами. Поэтому очистителю воздуха у нас на канале есть полноценный очень подробный обзор, посмотреть который вы можете, нажав по ссылке в правом верхнем углу. Вот такой вот необычный форм-фактор предлагает нам Микропор. Прибор выполнен в форм-факторе лампы, то есть по совместительству он является еще и полноценным интерьерным светильником. Производительность его 450 кубов в час, то есть его можно использовать на площади порядка 40-50 квадратных метров. У него идет 6 скоростей, что уже актуально его производительности. То есть чем больше скоростей, всегда тем лучше. А если у него есть еще и 6 скоростей, значит его можно не просто использовать на площади 40-50 квадратов, а можно поставить и куда-нибудь, и на 10, и на 15, и на 20 квадратных метров. Главное, чтобы он вписался по дизайну, чтобы он вписался в интерьер. Что касается HEPA-фильтра, то HEPA-фильтр у него 14 класса. Это максимальный уровень HEPA-фильтра. Площадь HEPA 4 квадратных метра, площадь угольного фильтра 1,5 квадратных метра. Ко всему прочему, у MIA AirLamp есть еще и то, чего нет у других. У него есть заводской протокол испытаний фильтр, где указывается, какого числа, когда конкретно фильтр был испытан, и каких, так скажем, показателей удалось добиться. И проверяется это все на тех тестовых стендах, где и испытываются фильтры, которые в дальнейшем уйдут на заводы и на фармацевтические предприятия. То есть это подход, который максимально достоин уважения. То есть фильтр – это по сути расходник. И когда даже расходники подвергаются обязательной проверке, это очень-очень здорово. Что касается управления. Управление осуществляется либо с пульта, либо можно управлять через мобильное приложение с вашего смартфона. Оно есть и для андроида, оно есть и для айфона. Через приложение это делать в миллион раз удобнее. Вдобавок, ко всему прочему, через приложение вы можете отсматривать, что вообще происходит с качеством воздуха. То есть в приборе есть необходимая электроника, необходимые датчики, которые покажут вам состояние воздуха по таким показателям, как PM1, PM2.5, PM10, концентрацию углекислого газа. Они покажут содержание летучих органических соединений, температуру и даже влажность. Вот. Одна из особенностей прибора еще и заключается в том, как у него происходит циркуляция воздуха. Если мы сейчас вернемся к нашему номеру 2, Electrolux In-Yang, ведь у него тоже идет радиальный фильтр. Вспомним, как он забирает воздух. Что вы, например, видите здесь? Вы видите, по корпусу есть перфорация. Вот In-Yang в своей же перфорации он просто, скажем, вот по этой части, которая перпендикулярна полу, он засасывает воздух, он попадает на фильтр грубой очистки и потом сразу же попадает на хепу. Так скажем, бич всех радиальных фильтров, забегу вперед, скажу, кроме этого, заключается в том, что радиальные фильтры, которые обиты фильтром грубой очистки, после которого сразу идет хепа, их нельзя пылесосить. Здесь микропор очень классно вышел из этой ситуации. Что они сделали? Забор воздуха происходит снизу прибора, попадает в камеру устройства, а дальше он устремляется на угольный фильтр, который отделен от хепа-фильтра. Соответственно, угольный фильтр достаточно плотный, и его можно пылесосить без претензий на то, и вернее, не переживая за то, что вы каким-то образом повредите хепу. А в дальнейшем воздух в очищенном виде выходит уже наверх. То есть все максимально, что здесь можно было учесть, слабые места радиальных фильтров, микропор обошел просто блестящим образом. Ресурс фильтра составляет при использовании на площади порядка 40-50 квадратных метров примерно год. Если будете использовать его на площади каких-нибудь там 15-20-30 квадратных метров, то в принципе проживет и полтора, и два года. Розничная стоимость этого устройства составляет 62 с половиной тысячи рублей. Господа, вашему вниманию представляем заключительного игрока нашего рейтинга по совместительству самый мощный очиститель воздуха, который есть в данном видео, это Remizere 201. Мощным его делает не только его гигантская производительность, это 600 кубов в час, но и еще и внутренняя наполненность. А внутри него есть еще две ультрафиолетовые лампы совокупной мощностью 32 ватта, то есть 2 по 16. Ко всему прочему, это делать его не просто очистителем воздуха, это делает его еще и обеззараживателем воздуха, который на равных может конкурировать практически с любым рециркулятором воздуха. Собственно, господа, прибор более чем интересный. Отдельный обзор можете посмотреть про него у нас на канале. А теперь давайте кратко покажем вам его внутрянку и в двух словах, как он работает. Здесь он засасывает воздух. Воздух попадает в камеру прибора и выходит через верх. А что же у нас внутри? Что у нас по наполнению? Давайте посмотрим. Вот таким вот образом все открывается. И первое, что нас встречает, это фильтр предварительной очистки. Выполнен, так скажем, в лучших традициях. Мелкая чистая сетка на пластиковом основании. Я всегда говорил, что вот именно такая реализация, это максимально правильная и успешная реализация. А что здесь еще и вдвойне? Хорошо, то что сетка настолько мелкая, что она будет действительно удерживать очень много пыли и не давать забиваться следующему фильтру. А следующий фильтр, это у нас гибридный фильтр HEPA плюс карбон. HEPA здесь идет 11 класса, но при всем этом ее идет 4 квадратных метра. Это очень много. Что касается угольного фильтра, то гранулы угля находятся вот в этих вот складочках, похожих на HEPA, но это не HEPA. Что же дальше? А дальше нас ждет фотокаталитический фильтр. То есть фотокаталитический фильтр, напомню, это фильтр, который работает со сложными соединениями. Он работает с запахами, он работает с вирусами и так далее. То есть он разбивает их на простые, неактивные, неопасные для человека соединения. То есть имеем полноценный, большой фотокаталитический фильтр. Это здорово. А вот, так скажем, те самые ультрафиолетовые лампы по 16 ватт каждая. И они еще не от каких-то новымов непонятных, да, с выдуманными характеристиками, а от Филипса. Длина волны идет 254 нанометра. Так что, господа, здесь активируют процесс фотокатализма, не просто ультрафиолетовые диоды. Здесь это делают ультрафиолетовые лампы. Из условно-минусов прибора что можно сказать? Это то, что на 600 кубов производительность это очень высокая. То есть в очистителях воздуха встретить такую производительность практически никогда не доводится встретить. Потому что эта производительность очень высокая. Большинство из них сконцентрировано где-то на производительности там не более 300 кубов. А здесь на 600 кубов мы, к сожалению, имеем всего 4 скорости. Если бы здесь было, допустим, 6 или 8 скоростей было бы вообще очень круто. Тем не менее, 600 кубов можно спокойно поставить на площадь 50-60 квадратов. Мощности ультрафиолетовых ламп тоже хватит на то, чтобы обрабатывать воздух на такой площади. Ну, также его использование будет уместно и на меньшей площади на 20-30 квадратов. Собственно, господа, очиститель очень заряженный, очень классный. Действительно, вот такой компоновки с ультрафиолетовыми лампами, полноценными с фотокаталитическим фильтром. и действительно, на рынке такого нет. Вот. А, собственно, этот прибор это предлагает. Поэтому, если интересно, можете посмотреть у нас обзор на него на канале. Стоимость этого очистителя на момент съемок составляет 45 тысяч рублей. Итого, друзья, сейчас вы увидели 6 очистителей воздуха, которые мы расположили по порядку их производительности. АИК-85.0 Прекрасное решение, если вы хотите купить недорогой очиститель воздуха и закрыть вопрос очищения воздуха на площади порядка 20-25 квадратных метров и не более. Электролюкс Циньянь. Наполнение, я считаю, могло быть и побогаче. Фильтр мог бы быть и поинтереснее, но если вы хотите какой-нибудь такой небольшой очиститель воздуха в необычном форм-факторе, пожалуйста, вот перед вами такой есть. АИК-39.0.0 На мой взгляд, самый недооцененный очиститель воздуха с очень крутым внутренним наполнением, единственным минусом которого является всего лишь три ступени мощности, но тем не менее за то наполнение, которое в нем есть, это более чем простительно. Банекапи 500. Мой фаворит, очень люблю этот очиститель воздуха, замечательно, прекрасно выглядит. Есть два минуса. Первый минус это цена 35 тысяч рублей и второй минус это цена на его сменные фильтры. Они стоят 7 тысяч рублей. Следующее это MIA Air Lamp. это самый нестандартный форм-фактор для очистителя воздуха, который можно только встретить на рынке. Очень крутой производитель. Совершенные фильтры. Вряд ли кто-то вот среди всех, кто здесь представлен, о фильтрах знает больше, чем микропор. Микропор реально крутые. То есть, начиная хотя бы от того, что они занимаются созданием промышленных систем воздухоочистки для различных предприятий, в том числе и для фармацевтической отрасли, у которых очень высокие требования к этому. Собственно, микропор классный. И, собственно, Remizier модель номер 201. Самое крутое, самое технологически высокое оснащение среди всех очистителей воздуха, которые вы сегодня видели. То есть, не просто очиститель воздуха, а очиститель воздуха обеззараживатель, еще и гигантской производительностью в 600 кубов в час. То есть, можно использовать спокойно на 50-60 квадратов. ультрафиолетовая лампа 32 ватта, HEPA-фильтр пусть и 11 класса, зато его 4 квадратных метра и еще и фотокаталитический фильтр. Словом, крутой прибор. Господа, на этом на сегодня все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете адресовать их нам в комментариях. На вопросы со смысловой нагрузкой мы отвечаем. А с вами был интернет-магазин продавец воздуха. Подписывайтесь на наш канал, если есть вопросы, опять же, ждем в комментариях. И до скорых встреч. Пока-пока.